Кыргыз Республика Сынын Мамликет-Тиктуусу Я, как и все патриоты страны, мечтаю, чтобы Кыргызстан стал экономически развитой, динамичной, сильной и свободной страной, где соблюдается права человека. Установлено верховенство закона. Молодежь с оптимизмом смотрит будущее. Планы по их реализации изложены в президентской программе, основные положения которого опубликованы в ходе предвыборной кампании. Экономическое развитие должно осуществляться во взаимосвязи с духовным обогащением народа. Непрерывное экономическое развитие страны, его культурное возрождение, стабильность возможно только в том случае, если мы сохраним добрососедские и дружественные отношения с ближними и дальними странами. I got the cash in the back, stadium packed. Born a rockstar in this life, gone live it up on the attack, baby I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm bad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up, cash in the back, stadium packed. Baby I'm bad, baby I'm bad. I just wanna stay back, stay mad, ship on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits coming out caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait that. Я является самым значимым тормозом экономического роста. И она не просто явление в экономике, а настоящая угроза для всего общества, способная разорить и разрушить государство. С первых дней работы на посту главы государства Садыр Джапаров начал проводить системную борьбу с коррупцией. Так, с октября 2020 года по настоящее время в результате раскрытия коррупционных схем возмещено в доход государства около 8 миллиардов сомов в виде денежных средств и имущества. Были заключены под стражу и привлечены к ответственности высокопоставленные должностные лица, представители судебных и правоохранительных органов. Как отметила генсека ДС Нурипа Муканова, принятие законов, создание антикоррупционного делового совета, громкие задержания коррупционеров и ряд других мероприятий показали, что у главы государства в борьбе с этим социальным злом есть самое главное – политическая воля. С прошлого года, когда Садыр Нуроджевич пришел к власти, он тоже сказал, что будет бороться с коррупцией, и при этом поменяв тактику и саму стратегию борьбы с коррупцией. То есть одномоментно взять и все искоренить – это будет очень трудно, но именно работая над точным искоренением коррупции в какой-то определенной области, где уже очень много коррупции, и так, шаг за шагом, вполне возможно эту миссию и эту задачу выполнить. И самое главное, что он говорит, говорил и каждый раз подтверждает о наличии его политической воли бороться с коррупцией до конца. Главой государства также была продолжена борьба с вертикальной коррупцией на руднике Кумтор. По выявленным коррупционным правонарушениям было возбуждено несколько уголовных дел и задержан ряд бывших и действующих высокопоставленных чиновников и политиков. В итоге рудник перешел под контроль государства. Стоит отметить, что в 2021 году было запланировано 8 миллиардов 900 миллионов сомов поступлений от Кумтора. Однако после введения системы внешнего управления размер поступлений в государственный бюджет составил 13 миллиардов 500 миллионов сомов, что на 4 миллиарда 600 миллионов сомов больше. По Кумтору фактически сколько лет мы видели, что это транснациональная коррупция на самом деле. И сколько прилагалось усилий возвратить Кумтор народу, чтобы Кумтор работал во благо народа. И вот с приходом Садыра Нургуджевича этот вопрос как бы решился, он и решается. Может последняя точка не поставлена, но уже принципиально вопрос о том, что Кумтор принадлежит народу Кыргызстана, этот вопрос уже сегодня как бы не так стоит остро, как вчера стояло. То есть мы говорим о том, что коррупция это не только коррупция внутри страны, а еще коррупция это транснациональная коррупция, когда идет попытка захвата наших ресурсов. И я считаю, что совершенно правильно была подана идея о том, что коррупцию считать на самом деле приравнять к измене государства. Для экономического развития страны главой государства были запланированы и проведены несколько мероприятий. Руководство страны в кратчайшие сроки сумело начать процесс восстановления экономической активности. Изменение системы управления, поиск дополнительных средств, эффективные способы увеличения бюджета позволили добиться лучших результатов, чем в другие периоды. На сегодняшний день глава государства ставит перед собой задачу помочь каждому гражданину создать условия для каждого гражданина, для каждого жителя Кыргызской республики. Экономическое развитие также зависит от многих составляющих. На сегодняшний день у нас в рамках реализации проектов межгосударственного соглашения реализуется Кыргызско-Венгерский фонд развития, Кыргызско-Узбейский фонд развития. В рамках реализации Кыргызско-Российского фонда развития увеличены определенные денежные средства данного фонда. Также процентные ставки снижены для сельскохозяйственных производителей, для работников других категорий. Эффективные способы увеличения бюджета привели к росту экспорта. Основной причиной оживления предпринимательства стали меры, принятые государством для поддержки и защиты бизнеса. Сразу после вступления в должность президента Садыр Джапара в течение года издал четыре указа, направленные на защиту собственности, поддержку предпринимателей и инвесторов. Механизмы по поддержке предпринимателей, представленные льготы, стали стимулом по выходу бизнеса из теневой экономики. За год, который президент начал, как говорится, взять на свою руку всю экономику, целиком, социальную сферу и политику в одну, как говорится, вот такой единый государственный вертикальный власть, это дает сейчас очень огромный эффект. В первую очередь для развития бизнеса. Вы знаете, сразу четыре указа, которые были приняты. И в первую очередь для создания самых благоприятных экономических и социальных налогов, включая условия для развития малого и среднего бизнеса, это играет решающую роль. Потому что, если честно говоря, малый бизнес как раз и кормит самого народа и самого населения. Поэтому вот когда сейчас уже последним указом уже окончательно вошло все, что малый и средний бизнес, который, значит, малый бизнес в первую очередь, который до 8 миллионов, сомов, значит, оборачивает, значит, деньги, они практически полностью освобождаются от налога. Ни в одном государстве, СНГ, да, скажем, сотрудничество, в том числе есть, нет, нет ни одного такого. Это новаторский подход к развитию малого бизнеса. Также стоит отметить, что в целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также улучшения доступности кредитов, была проведена капитализация коммерческих банков с госдолей участия. Аилбанк и РСК банк дополнительно на 4 миллиарда сомов. Также благодаря государственному надзору и скоренению коррупционных схем значительно выросли доходы государственных предприятий. Бюджетная политика вообще впервые начался вот такой рост. Практически на 25%, это четверть, выросли в течение одного года. Поступление, значит, бюджетный участок, значит, при том за счет налогов. Это от того, что переходим на цифровизацию налоговой системы. Когда вот это везде будет, уже не надо, там, каждый раз отчетится, все будут, как говорится, через машинку, через телефон, и так далее, обеспечивается ежедневная продажа, также весь оборот, и практически сразу поступают деньги налоговой бюджет. Это автоматизирует сам процесс этого налогообложения. Отсюда и наши успехи. То, что мы там уже, там, хорошо, что там коррупционные схемы, которые годами там съедали, миллиарды съедали, просто разделились буквально из этого слова, как вот эта государственная организация, частный бюджет только. Пожалуйста, тоже ликвидируют. Сейчас и как-то можно, как говорится, по услуги и со стороны налогообложения обеспечивается более-менее эффективный подход. И это только начало этого процесса. Когда мы полностью переводим на цифровизацию вот эту систему, успех будет сам по себе обеспечен. Каждый шаг, который работает, будет как-то учтенно. И людям хорошо не будет, те новые экономики, которые создавают, и государству хорошо, а, естественно, когда государству хорошо, вот всем нам хорошо будет. Таким образом, реализация таких важных факторов, как борьба с коррупцией, фискализация налогов и повышение экономической активности бизнеса будут способствовать дальнейшему росту госказны. По оценке аналитиков, уже сейчас вектор работы четко выверен главой государства. Задачи, поставленные перед всеми ответственными госорганами, удалось найти дополнительные финансовые средства, изменив систему управления. Учитывая это, можно с уверенностью сказать, что работа в этом направлении будет активизирована. Тимур Тимиргалеев, Джанадиль Абубакирулу, ЛТР Бишкек.